Привет, друзья и коллеги! Сегодня хочу рассказать вам, как подготовить для валяния виброшлифовальную машинку. Как сделать так, чтобы она сложила нам долго, не ломалась. На поверхности машины есть такие отверстия, через которые машина, когда ее используют по назначению для шлифовки поверхностей деревянных, например, она засасывает опилки в эти отверстия и выводит сюда. Эти опилки собираются в такой специальный мешок, который сюда прикрепляется. Нам же нужно, наоборот, защитить машину, чтобы она не засасывала внутрь воду, мыльную пену, с которой мы работаем. Поэтому я вот эти вот отверстия в поверхности закрываю. Бывает, на некоторых машинках на платформе здесь закреплена такая поверхность-липучка, как велкро-зип. Ее нужно срезать. Бывает, что она прямо приклеена на платформу, я встречалась с такими машинами. Тогда нужно тонким ножом срезать, чтобы осталась только вот эта вот немножечко такая мягковатая поверхность, как такая плотная резина. Она похожа пористая. Дальше мне нужны будут пару бумажных салфеток. Это может быть любая бумага, кухонные бумажные полотенца. И также мне понадобится вот такой вот силиконовый клей, горячий пистолет для того, чтобы закрыть эти отверстия. Вместо силиконового пистолета вы можете использовать также сантехнический герметик, которыми вот замазывают в сантехнике щели. Продается тоже в таких больших пистолетах. Но мне нравится работать именно с вот этим вот горячим пистолетом. Вначале дырки я закрою бумагой. Просто отщипываю кусочки салфеток, сминаю и засовываю бумагу в эти дырки. Для чего я это делаю? Если я сразу начну заливать в эти дырки силиконовый клей, то он пройдет глубже. И тогда он может даже намотаться на двигающиеся части машины и просто заблокировать их. И машина тогда придет в негодность. Нам же нужно лишь заклеить эти дырки, чтобы в них не попадала вода. Вот эти вот дырки, где расположены шурупчики, я их не заклеиваю. Я их оставляю. Мало ли мне однажды придется по какой-то причине снять мою эту платформу двигающуюся. Поэтому я оставляю. Вот так вот закрываю бумагой все отверстия. Тоже бумагу я туда сильно глубоко не запихиваю. Просто достаточно вот такого небольшого кусочка. Просто чтобы блокировать клей, чтобы он не пошел туда внутрь. Но при этом чуточку их как бы утапливаю туда, чтобы бумага не выступала на поверхности, а чтобы она была чуточку туда заглублена. Конечно, если у вас есть знакомый мастер или рукастый мужчина, возможно он бы как-то по-другому придумал это сделать, более технологично. Я просто пользуюсь подручными средствами, но я таким образом уже обработала несколько шлифовальных машин. И они при этом после этого мне служили долго, по два года примерно служит мне шлифмашина. При том, что я работаю ей много. Вот я законопатила все отверстия. Тем временем у меня нагрелся мой клей. Я начну туда тихонечку этот клей заливать. Замазываю хорошенько. Не делаю так, чтобы капля выступала на поверхности, но чтобы не оставалось там просветов между стенками дырочки. Хорошенько заполняю все силиконом. Когда все дырочки хорошенечко заклеены, я вырезаю из икеевской пленки вот такая твердая пленка с жесткими такими пупырышками. Мне нравится валять именно вот такой поверхностью волок. Я вырезаю из икеевской пленки такую полосу шириной точно по платформе машины. И длина немножечко с отступом. Где-то у меня, наверное, сантиметра два с половиной с двух сторон. Для того, чтобы потом эту пленку закрепить вот здесь вот под скобами. Здесь есть такие специальные скобы. Вот так вот они отгибаются. И сюда, под один край, естественно, пупырками вниз вы закрепляете под одну скобу один край. Теперь, когда будете вырезать пленку, обратите внимание, чтобы не осталось никаких зазубринок, заусенец, потому что потом они будут цеплять шерсть, когда вы будете валять. Вот туда подсунула один край пленки, прижала ему скобой. Хорошенечко натягиваю. Не очень неудобно. Чтобы вам было видно. Хорошенечко натягивается второй конец. Подсовываете его под зажим. Закрепляете. Важно, чтобы пленка здесь сильно не болталась, не было такого провисания. Поэтому даже бывает несколько раз нужно переделать, чтобы действительно получилось хорошее натяжение здесь. Все, моя шлифмашинка готова. Можно теперь валять ею прямо по мухрой шерсти. Удачи! Вдохновение! 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 Вдохновение!